Время баскетбола Время баскетбола Время баскетбола Время баскетбол Время баскетбол Время баскетбола 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 Украинский чемпионат, который гораздо больше, более, может быть, не такие звездные команды, но более ровные составы команд и чемпионатов, много игр таких заруб, можно сказать. Поэтому люди умеющие играть, прошедшие большую школу, но не будем забывать, кроме иностранцев, у них очень хороший подбор российских игроков, кандидатов в сборную и игроков сборной. Игроков сборной, один из них Дмитрий Кулагин, не случайно нам его представляли, несколько сезонов до того провел в составе ЦСКА, блестяще совершенно зарекомендовал себя на Евробаскете, получил там травму, тем не менее выходил с ней сражаться на площадку, не имея действующего контракта с клубом. И уже после окончания команды Европы, приводя в себя на ближайший виз, после травмы подписал контракт с Локомотивом и быстро стал там своим любимцем болельщиком. Михаил Кулагин, его младший брат на ваших экранах, вполне возможно выйдут сегодня на площадку, поиграют друг с другом. Составы команд на ваших экранах у Локомотива нет сегодня Джо Регленда, одного из основных разыгрывающих лидера по делевым передачам. Он просто лишний иностранец в ротации кубанской команды. Ну и что касается ЦСКА, здесь есть весьма весомое во всех отношениях потери, нет Кайла Хайнса, для него прекрасно начался 2018 год. 1 января у него родился сын, отыграл Барселотни и команда отпустила Кайла в Америку увитать своего новорожденного сына, удержаться за его крошечные ручки и вот почувствовать радость очередного отцовства. Кайлу большие поздравления, ну и без него армейцы выглядят достаточно грозной силой. Стартовые пятерки команд появляются на площадке у гостей. Марди Коллинс, капитан команды под первым номером, Павел Антипов под вторым, на позиции разыгрывающего Дмитрий Хвостов под 13-м номером, также Крис Бетт, 19-й и Брайан Квале, 41-й. Вот такой стартовый состав у гостей, два россиянина в стартовой пятерке, как и у ЦСКА. Так, кстати сказать, здесь Семен Антонов на позиции центрового под 11-м номером, скорее даже мощного форварда, потому что центрить будет Отелло Хантер, 44-й. Далее Никита Курбанов на позиции легкого форварда, 41-й. Кори Хиггинс, 22-й. И на позиции основного разыгрывающего Серхио Родригес. Лучший ассистент армейской команды, кстати сказать, лидер по количеству игрового времени в матчах единой лиги ВТБ, 22 минуты в среднем на паркете он проводит. Надо сказать, что у ЦСКА это уже последние, наверное, месяца полтора, она уже такой традиционный состав стартовый. И Антонов, Семен Антонов завоевал право в карте пятерки, вытеснил оттуда и хряпу, который чаще появлялся раньше, но вот сейчас очень, очень хорошо. И, и, нет, первый атака Хиггинс, который является одним из самых результативных и самых острых игроков, проходящих, собирающих полы на себе и чаще всех пробивающих штрафные. Вот он промокнулся, первый трех очковый, с прессингом играет ЦСКА. Вывели его на дальний бросок, но всю эту атаку пытались армейцы использовать слабость хвостов. Попекал Курбанова, и Никита там отчаянно совершенно боролся за позицию, но отметим и хвостов, который все-таки не позволил дать передачу на убойную позицию в трехсекундную зону. Очень сложный мяч, Пепс забил. Да, открывается краснодарцы счет в этой встрече, ну и смотрим по защите, но на этот раз все согласно штатному расписанию. Хвостов против Родригеса, Курбанов в углу ждет мяча, но пока не видят его партнеры. Семен, хороший короткий дриблинг, резкая остановка и бросок со средней дистанцией провалился Антипов, счет сравнялся. Несвойственные, кстати, такие два очка, именно вот этот короткий проход и выпрыгивание для Семена Антонова. Чаще он остается в ситуации, когда бросает со стойки после отброса. Но в этот раз не сплаковал Родригес по хвостову. Коллинз предыдущей атаки не сумел перебросить мяч через Отеллу Хантера. У того и руки длинные, прыжок очень высокий, легкий на подъем. Квали вроде бы выиграл позицию, находился ближе к концу, но мяч ему еще туда нужно было доставить. И Хантер блистательно отзащищался совершенно. Здесь помогает Родригесу ввести мяч в игру, у которого уже начинался такой легкий кризис идей. И тот благодарность находит Хантера в трехсекундной зоне и болят краснодарцы БЭП ценой персонального замечания останавливает большого ЦСКА на пути к собственному кольцу. Очень плотно играют краснодарцы, но здесь есть и опасность такая, что проникающими передачами ЦСКА разрезают под оборону, как сейчас произошло. И Хантер ворвался вовремя, ворвался под кольцо и получил этот мяч, должен был забивать. Но ценой персонального замечания БЭПу остановил Хантер. Ну, Хантер обычно неплохо бьет швырные, но не в этот раз. Да, первый промокнулся. Была история такая, что было под сомнением участие Хантера на игре с Барселоной, небольшая травма, и до этого у него была. Было под сомнением, но вот если на щите борются всегда хорошо со швырными, вот подкачал. Хвастов сейчас молодцом. Хантер, казалось, выигрывал дуэль уже у двоих железнодорожников. Но Хвастов тут как-то оказался рядом, выбил мяч из рук могучего американца и пошла атака. Краснодарцев Коллинс мажет из-под кольца, разгоняет внутротаку. Павел Антипов вынужден остановить Хиггинса. Хиггинс устремлялся под кольцо. У него очень хороший проход под кольцо, очень хорошо он на скорости действует. Но тут ничего не оставалось Антипову делать, просто жертва. Жертва такой ситуации. Так, ну помешал Семен Антонов, кстати, в этой ситуации. И Коллинс промахнулся. Ну и смотрите, меньше двух минут у нас сыграно. Это четвертое командное замечание у Локомотива. И второе персонально у Антипова. Павла сейчас не исключено, что будет менять Саша Абрадович. Ассистент подошел, подсказал трудности с валами у второго номера. Ситуация под контролем. Махнул Абрадович и Антипов на площадке остается. Гурбан на линии штрафных бросков сейчас находится. Локомотив лидер по обороне в этом сезоне. Третий подряд штрафной бажут армейцы. Меньше всех команд пропускает. 68 очков в среднем. Но отчасти это еще и потому, что матч с ауцайдерами позволяли себе армейцы расслабляться. Домашняя победа над Бармой. 101-94. Победа над Калевым. 108-100. Это, конечно, среднюю статистику испортил. Также Локомотив лучший по подборам и перехватам. Все-таки защиту во главу угла ставит Саша Абрадович. ЦСКА лидер по очкам, передачам, эффективности и проценту реализации двух очковых бросков. Но в этом отношении количество передач и высокий процент реализации взаимосвязано. Антипов с дальней дистанции. Абрадович-то не прогадал. Оставил своего игрока с двумя персональными замечаниями на площадке. И Антипов благодарит за доверие дальним попаданиям. Очень хорошо, кстати, Павел Антипов проводит сезон. И вообще он давно уже играет стабильно, на хорошем уровне. И в Униксе в Казани. И сейчас замешкался Хантер под кольцом. Замешкался и напрасно начал дриблинг. Поскольку там как раз Антипов тоже переключался. И стукая мяч в пол в ногу сопернику угодил Хантер. И опять на стрелье атаки Павел Антипов. Нельзя похвалил. На дальнем плане вижу Ивана Ивановича Идешко. Который сейчас купается в лучах славы вместе с Солжаном Жукомедовым. Ну и хочу, пока есть маленькая пауза, сказать, конечно, что все сейчас под впечатлением фильма «Движение вверх». И сегодня присутствует на игре Владимир Георгиевич Андреев. Который не попал в этот фильм и не впадал в состав. Фатальные обстоятельства такие. На последней тренировке перед Олимпиадой 72-го года получил жуткую травму. И не поехал на Олимпийские игры. И не стал Олимпийским чемпионом. Итак, продолжается атака краснодарской команды. Два пола армейцы уже по ходу этого наступления локомотива получили. И Коллинз бросит мяч в изоляции. Оказывается лицо к лицу Курбановым. И достаточно легко, кажется, обыгрывает, продавливает Никиту. Но, тем не менее, снова мажет из-под кольца. А потом еще и край счета его накрывает. Третий промах из-под кольца для Коллинза. Это, кстати, плохой знак для ЦСКА. Потому что парень-то играть умеет. И лидер выскочил мяч у него. Тут на повторе было видно. Лидер по забитым локомотива. Я думаю, что сейчас он сделает выводы. И будет опасен. Но, честно говоря, я не очень понимаю, какие нужно сделать выводы, чтобы начать попадать из-под кольца. Действительно, какие-то нетипичные промахи. А здесь... Ого! Ого! Клодингова с воскликнули мы с Романом. Такой хороший блокшот какой. И отличный проход Клостова. Но, в свою очередь, там с мухобойкой ждал его Кори Хиггинс. Тоже великолепный игровой момент. Очень плотная защита. Курбанов редко мажет такие броски. Но не в этот попадание Коллинз. ЦСКА на неделю играл в Барселоне. Проиграл 13 очков от наименной команде. И вот там как раз не зашли трехочков у армейцев. Совсем 30% реализации ничто. В среднем под 40% дальних бросков армейцы реализуют. И вот этих очков тоже отчасти не достало. А гости пока промахнутся. Из-за туги не могут. Попал Антипов. Попал Хвостов. 8-2. И ЦСКА берет тайм-аут. А вот интересная ситуация. Хвостов перед этим прошел. Отлично прошел под кольцо. Но не стал бросать. Пытался отдать и потерял мяч. А сейчас бросил трехочковый. И получается ему легче забить. Хорошо Дима играет. Часто и в сборной играет хорошо. А вот этот блокшот на загляденье. Просто Квале достал мяч Хантера. Который сам парень не подарок. А знаете? Вот этот вот мяч. Но мог здесь провоцировать пол от Хиггинса. Хиггинс высоко прыгает. Но Хвостов достаточно уже и роста, и опыта, и скорости. Для того, чтобы забивать самому. Единственное, что Хвостов почему-то подумал, что сможет он так легко Хиггинса перевисеть. По тому же, да, был у него вариант с передачей. Но потом пришлось активировать план Б. И тут уже высоты прыжка не хватило. Готовить. Тепленький. Взял его Кори Хиггинс. Хочу сказать про игру ЦСКА Барселоной на выезде. ЦСКА проиграл... Кстати, не стало для меня сюрпризом то, что ЦСКА проиграл Барселоне. А Барселона в начале розыгрыша Евролиги выглядела совсем не так. Сейчас, уже начиная с игры Барселоны в Москве, уже было видно, что налаживаются связи. И непростая для ЦСКА была игра. Ну, во-первых, начнем с того, что Барселоне, Барселоне проиграть не зазор на любой команде. Барселона все-таки клуб именитый, хороший. Но они, это было видно еще и больше, когда они играли с Кимками. У них лучшие обстоят дела. И они во второй половине розыгрыша Евролиги будут играть гораздо более эффективнее. И больше побед у них будет. Так что для меня это не стало сюрпризом. ЦСКА играл не лучшим образом. Но катастрофы нет. И это, кстати, сейчас может быть плохим знаком для Локомотива. Потому что ЦСКА обычно не проигрывает две игры подряд. Ну что же, тем временем у нас возобновляется игра. Без замену ЦСКА дает возможность стартовой пятерки исправить трудности стартового отрезка. Димитрий Сетудис, Курбанов попадает слева. Очень здорово разыграли мяч армейцы. Было движение мяча. Серкио Родригес и Курбанов и Семен Антонов. Все было здорово. Опять Антипов из угла один остался. Постраховка не успела. Хорошие мячи забивает Павел. Два трехочковых. Становится самая результативная у Локубани. Ну и что касается Локомотива, то как раз Марти Коллинз, намазавший в начале, остался на скамейке после этого тайм-аут. Очередной промах из-за дуги. И вроде бы потрогали этот мяч Семенов и Курбанов. Подбрасывая его в направлении друг к другу. Но в конце концов пришел Ковале. Заграбастал его своими огромными ручищами. Хвостов на ногах цепко защищается. Против него Родригес. Не самый великий защищающийся игрок. Но тем не менее Хвостов и сдержал. И тут уже хороший Семен. Отсекает Антипова от фича Родригес. Антипов и тут едва. Мяч у соперника не увел. Замена готовится у ЦСКА. Нандо де Калоа готов вступить в игру. Хантер левой рукой не перевисел. Вместе с нами также за ходом этой встречи наблюдает Евгений Седых. Ход включается от площадки практически с паркета Евгений. Добрый вечер. Добрый вечер, Роман Сергей Николаевич. Уважаемые телезрители. Хотел сказать о том, что сегодня тренерский штаб ЦСКА подготовился к встрече с Локомотивом тактически очень неплохо. И в первую очередь на самом деле этот счет связан с тем, что не очень возможно четко выполнять установку игроки. Потому что установка изначально была такова. Идти в проход и из-за очень агрессивной защиты Локомотива на периметре провоцировать фалы у кольца. То есть при жесткой опеке наверху нужно идти под кольцо. Стараться порвать соперника именно на дриблинге. И вот Отелло Хантер сейчас именно это сделал. Ну а сами посмотрите сколько неудачных бросков на периметре было у ЦСКА в эти первые пять минут. И все это связано с очень плотной защитой Локомотива. Как сказал уже Роман Скворцов, это лучшая защита Лиги ВТБ. Коллеги. Спасибо Евгений. Отелло Хантер на линии штрафных бросков. Он уже дважды махнул, теперь дважды попал. Пусть и второй мяч таким трудом завалился. Замены у Локомотива произошли. Под седьмой мной на Ном Лейсе. Под двадцать вторым Дмитрий Кулагин, о котором мы говорили. Ну и Коллин свернулся в игру, причем сразу взялся разыгрывать. И первый блин тут тоже комом. Конечно больше вопросов к Лейсе, у которого мяч из рук выскажен был просто-напросто. Но и он не своим делом, все-таки Коллин занимается А и Б. Все-таки баскетбольную мудрость о том, что виноват дающий, никто не отменял. Здорово снова вывели Гори Хиггинса на бросок. И тот попадает. Минимальное преимущество ЦСКА. И тут же Абранович реагирует своим тайм-аутом. Райан Броков еще австралиец на площадке у Локомотива. Ну а Хиггинс очень стабилен в своих бросках. Он один из лидеров и Евролиги, и Лиги ВТБ. По проценту реализации трех очковок, и не двух очковок тоже. Очень хороший игрок и проводит очень хороший сезон. Мне очень нравится, как играет. Тайм-аут. То есть похожая схема игры. И у ЦСКА у Локомотива играют высокие пик-н-роллы. Двоечки такие маленькие с большим. На краях стоят стрелки, которые всегда готовы выбросить мяч. Но если чуть-чуть больше все-таки у ЦСКА проходящих игроков, это и Серкио Родригес, и в первую очередь надо Декалоу, который сейчас на площадке, то от Хвостова все-таки меньше ожидают именно вот этих проходов. Хотя он может проходить, мы это видели. Но с трех очковым у него все в порядке. Посмотрим, как сейчас будет складываться дела. Но видите, как Саша Абрадович не хочет упускать ни одной секунды, ни одной минуты инициативы. Как только инициатива начинает завладевать ЦСКА и идет что-то не так, он берет тайм-аут и пытается влиять на ход игры. Брокхов своими трехочковыми очень помог локомотиву на неделе в Подгоре. ЦСКА 68-60, а железнодорожники победили. Брокхов 5 из 7 трехочковых реализовал. И его роль как снайпера сложно недооценить. Ну и что касается прохода, то здесь вполне Кулагин на это способен. Старший, который сейчас с мячом, он в розыгрыш становится. Колец поднимается на периметр, вытягивает туда Никит Курманова, но и Никита. Вытягивается Рад, собственно он персонально работает по самому грозному забиванию краснодарской команды. Опускается вниз Никита Же и перехватывает передачу на Фрэнка Элигара. Потеря очередная у краснодарцев и Деколо палит с дальней дистанции. Мяч отлетает далеко в поле и здесь Хиггинс дает своей команде второй шанс в атаке. Деколо, передача. Прочитал, прочитал эту передачу Колинс и Брохов. Брохов, мимо. Да, в штатном режиме. Атакует Брохов, попал Антипов. Попал Хвостов, не самые главные стрелки, а вот как раз признанный снайпер Брохов промахнулся. И своим шансом не воспользовался. Деколо на Куре и снова Колинс хорош в защите. Очень хорошо сейчас посчитал ситуацию. Он на полуведении такого обокрал нападающего армейца. Очень хорошая игра в защите в исполнении Колинса. Ну, Марди Молотон в нападении не идет, но вот в защите два подряд. Его перехвата снова позволяет краснодарцам чуть оторваться в счете. Одна из самых интересных дуэлей это Нанды Калоя и Дмитрий Кулагин. Кулагин, который, естественно, с удвоенной энергией будет играть сегодня. И это может сыграть и плохую службу тоже, потому что, когда так хочется сыграть против своего бывшего клуба, и наверняка Дмитрий чувствует себя в какой-то степени... Что иногда забываешь о своих нынешних партнерах. Да, да, да. Но посмотрим, как Дима перешкалит у него эмоции или нет. У него бывало в его карьере из-за ЦСКА тоже, когда он очень хотел, и это играло не на руку и команде, и ему лично в его статистике замена у Локомотива. Куллинс, ну, Куллинсу нужно отдохнуть. Владимир Ивлев выходит под десятым номером. Ну, и двойная замена у ЦСКА. Коробков и Воронцевич вступают в игру вместо Семена и Отелло. Ну, а Кори Хиггинс там, где мы его часто видим в последнее время, на линии штрафных бросков. Первая попытка уверенно реализована. 2.50 до конца и 2 очка преимущества Локомотива составляет. Я думаю, сейчас Локомотив будет чаще пытаться действовать через Дмитрия Кулагина, заставляя работать в защите нам ДДК Лог, которому есть претензии. И по игре против Барселоны, несмотря на его высокую результативность, он был самым университетом в команде, у меня лично, как у специалиста, и эксперты, да, болельщика российских клубов и ЦСКА, конечно же, да, в Еврокубках, в Евролиге. Но есть много претензий по защите нам ДДК Лог. Не был он там лучшим явно и даже совсем не был лучшим. Пока внутрь намерен доставлять мячи Дмитрий Кулагин. Правда, делает это Ивлев. Борется Элигар за позицию. Там неравноценный размен. Хиггинс ему противостоит. О, хорош Кори. И тут с запасом так Элигару мяч этот забрасывали. Там, по-моему, там на Шакила Анила рассчитывал этот пас, куда-то там под верхний край щита. Элигар высоко прыгает, но не настолько. Я бы даже сказал на Манута Бола, который еще умеет прыгать при этом. Да, да. В итоге потеря. Судей мы не представили. Кстати, Мелевой Йовчич, главный арбитр из Сербии, достаточно известный, в том числе и по работе в Евролиге и на крупных международных турнирах. Якуб Замойский из Польши и россиянин Семен Авинов в составе судейской бригады. ЦСКА имеет возможность выйти вперед в этой атаке. Воронцевич пока из угла заряжать не стал. Хорошая защита. Хорошо двигались краснодарцы. Веспевают все. Четыре секунды на бросок. И за счет подвижности Хиггинс обыгрывает Ивлева. Но у Владимира длинные руки мяч на переднюю тушку падает. Ивлева как раз под кольцом не хватило. Армейцы забрали подбор. И тут уже против Лэйси Воронцевич может центрить. Выманивают элигары на подстраховку. Уже втроем железнодорожники под своим кольцом. И не успевают армейцы выпустить мяч. Браво Локомотив. Очень хорошо действовали в защите. Могу отметить Владимира Ивлева, который не проиграл Хиггинсу. Несмотря на то, что у того гораздо выше скорость. Но за счет своей подвижности Ивлев не сплаковал. И заставили нарушить правила 24 секунд. Клайбер не успел. Хоть и забил этот мяч, но уже после серии. Клайбер, кстати, тоже был под вопросом его участия. Он получил небольшую травму. Приземлился на копчик прямо в игре с Барселоной. Была проблема. Но вот сейчас он в защите против Кулагина. Все в порядке. Виталий Фридсон на площадке вместо Хури Хиггинса. Таким образом, вся стартовая пятерка ЦСКА сейчас отдыхает. Матчок внутреннего чемпионата дает Дмитрий Сытудис возможность восстанавливаться своим лидером Атанского графика Евролиги. И говорили мы вначале. Да, 21 минута. Он и себе щадящий. Это показатель самого долгоиграющего игрока в составе ЦСКА. Серхио Родрикис в матчах Единой Лиги. Павел Коробков. Лейси там придерживал Коробкова. Не давая ему получить преимущество под кольцом Коробкова. Коробков гораздо выше. Но, тем не менее, это все равно не на руку. Там уже Ивлев страховал. Можно было и не палить. Коробков будет пробивать два штрафных. Бет возвращается в игру вместо Лейси. У Лейси два персональных замечания. Равно как у Антипова и Беба. Ну, а Павел Коробков, кстати, воспитанник молодежного проекта Локомотива. Ну, как часто бывает, переплетений очень много бывает. Ну, кстати, у нас два бывших одноклубника за университет играли. И Клаберн и Беб играли за один университет в Америке. Какой? Айова, по-моему, да? Не так точно. Айова стоит, если я не ожидаю. Тем временем, снова до одного очка сокращается преимущество краснодарской команды. Дмитрий Кулагин. Переключаются на него поочередно Клаберн и Коробков. Очень далеко Кулагин может там такие забивать, но Элигар – это одно из главных приобретений краснодарцев. Забрали они этого игрока из Енисея в прошлом сезоне. Элигар выступал за Енисея, был там очень-очень полезен. Но и здесь подглавляет таблицу цифры по коэффициенту полезности за Локомотив. Хотя не так арестативен, но тем не менее очень активен. Чуть меньше подбирает, но тем не менее, да, очень большой объем работы выполняет. Что еще про Элигар? Он вообще давно уже играет в единой лиге. Собственно, играл в Калеве. И, казалось, ну не для больших дел. Игрок, может быть, отчасти рисковали очень серьезно. В Краснодаре доверяя ответственность за судьбу передней линии Элигару, но он показал, что является квалифицированным мастером и нисколько не деградировал. Лучше лидером команды, которая на многое, в общем, не претендовала. Очень помогает ему. Высокий рост. Он, может быть, не такой атлетичный, но не такой мощный, может быть, но атлетичный. И высоко прыгает, борется, хорошее отношение. Такие люди востребованы в Европе. Да, с точки зрения рабочей этики, собственно, отношения к делу к Элигару, никаких вопросов не было никогда. Такой фиш, он еще подсушился даже немного. Он и был-то таким не очень мощным. Вот сейчас вот такие мышцы и сухожилия. За счет этого очень здорово. Ловила фол на себе Нандо де Кало после подбора своего в атаке. Но фол поймать не удалось. Но, тем не менее, два очка еще. И вот Кулагин в проходе через Клайберна плюс один делает Дмитрий Кулагин. И просто это могу сказать. Через Клайберна забить, который с длинными руками, с высоким прыжком, гораздо выше Дмитрия Кулагина. Но Дима хорошо прошел в правую сторону, укрыл мяч. Знаете? Да, выиграл позицию. И за счет длины рук сумел убрать мяч от Кулагина. Надо было или раньше фолить Клайберну, тогда тоже нужно ставить на линию. Но все равно это лучше, лучше, чем два плюс один. И еще и повторять будет. Кто-то раньше вышел. Не исключено, что тот же Клайберн. Накрнется в бой. Хочет поскорее отмазаться за этот фол. И раньше, до того, как мяч коснулся дужки кольца, зашел в трехсекундную зону. 28 секунд до конца первой четверти. Странно. Дмитрий Кулагин смазал два штрафных. Что-то сегодня со штрафными не очень хорошо. Что в начале четыре подряд. Муцельская редко такое увидишь. Что сейчас Кулагин два подряд промазал. Элигар, пытаясь выпить мяч из рук Воронцевича, правила нарушил. И поскольку уже давным-давно. У Клайберна два персональных замечания. Поэтому заменил его Итудис на Курбанова, у которого нет замечаний персональных. Курбанов, как обычно, главный персональчик команды. Играл первые минуты против Коллинза, который сейчас вышел тоже вместо Ивлева. Видимо, на последнюю атаку Абрадович рассчитывает, что его лидер принесет очки. Украдкой там три пальца показывает Абрадович игрокам своей команды. Кулагин подходил. И сейчас Бен пытается понять, правильно ли он все увидел. Что ему там под шелепным карманом выказывал. Сколько пальцев Абрадович. Ну, заодно посмотрим, что за комбинация такая. Воронцевич первый штрафной у Паковы. Плюс два у Кубанцев. И снова очко преимущества. Ну, а может быть еще вот эта замена Ивлева связана с тем, что хочет насладиться зрелищем чистенького. Ивлева без фолов. Обычно Владимир так склонен к быстрому набору персональных замечаний. Чему виной его неуемный темперамент, кураж и желание успеть за всем. А вот сейчас отыграл достаточно солидный кусок первой четверти. И без фолов. Молодец Владимир Коллинз выводит на просок из угла. И он мажет. Фридзон. Есть у него время разогнать эту контратаку. Убегал Деколо. Но Кулагин перехватил эту передачу. Первый четверг позади. 19-18. Локомотив Кубань выигрывает у ЦСКА. Продолжение следует. Оставайтесь с нами. Возвращаемся в УСК-ЦСКА. Все готово к началу второй четверти матча между ЦСКА и Локомотивом Кубань. Статистика первой на ваших экранах у краснодарцев. 67% реализации двух очков в бросков. Это здорово, несмотря на то, что низовой матч у нас получается. Но связано это с тем, что уж очень плохо играют соперники друг против друга. И поэтому общее количество атак невелико. Одно очко преимущества краснодарцев, которому подобное развитие событий определенно на руку. Подборов одинаковое количество по 8. Команды взяли 4 потери у ЦСКА, 3 у баскетболистов Локомотива. Рано говорить о каких-то далеко идущих выводах. Такая разведка боем произошла с обеих сторон. Все примерно понятно по рисунку игры. И в первую очередь ЦСКА пытается, и Тудис пытается нащупать игроков, которые сегодня более свежие, более готовые к играть и широкую ротацию используют. Ну, равно, впрочем, как и Локомотив. Да, уже две полные пятерки использовал Димитрис и Тудис. На этом отрезке матча вторую четверть у ЦСКА начали Деколо. Но Воронцевич, Брецов, Коробков и единственный игрок стартовой пятерки Никит Курбанов вернулся на площадку сдерживать Коллинза, который пока по-прежнему по нулям выступает. Уже 4 пробок у него на счету. Помимо капитана на Дмитрий Кулагин. Еще плюс один делает Дмитрий. Сильно. Ну, обычно вот перебаршивает Дима очень долго вот это вот, когда он центрит, пытается использовать габариты свои. Сейчас и подстраховка уже успела подойти. Но против Виталия Фридзона это имело смысл, но он и повыше, и покрепче. Задавил его все-таки, но это очень долго, потому что по идее подстраховка должна была быть раньше, подойти и помочь ему. Уже и отдать передачу было сложно, потому что уже все, в этом пятачке все сконцентрировались. Это то, чем страдал Дима в игре на ЦСКА, когда пытался доказать, что он не хуже. И вот это вот иногда играло плохую роль в его минуту на площадке, когда он отказывался подыгрывать. Дмитрий Сидых сейчас продолжит тему Дмитрия Кулагина. Евгений. Совершенно верно, Роман. Именно про Дмитрия хотел сказать. Он перед этой игрой был очень настроен на жесткую борьбу, на то, чтобы доказать, что он по-прежнему является одним из лучших российских игроков. И он очень просил комментаторов передать ему привет. Поэтому, Роман Сергей Николаевич, передайте, пожалуйста, Дмитрию привет. Он будет смотреть трансляцию в записи и сказал, что ему сегодня хочется непременно обыграть своего брата. Коллеги. Дмитрию Кулагину с удовольствием передаем большой привет, поздравления на лучшие пожелания. С Новым годом и с Рождеством, равно как и всем участникам этого матча, равно как и всем зрителям наших каналов. С Новым годом, с Рождеством, очень хорошие праздники. И заканчивая темой Дмитрия, ну пока, на данный момент, надеюсь, он нам еще подкинет, тема для разговоров о себе. Мама Дмитрия Михаила Кулагина собиралась присутствовать на этой встрече. И до вопроса, кто же она будет болеть за младшего, выступающего за ЦСКА и его команду, либо за старшего, мама дипломатично сказала, главное, чтобы все были здоровы. Вот, чего хочется пожелать нам всем в Новом 2018 году. И я присоединяюсь. Ну, большое счастье для родителей видеть, как оба сына играют на хорошем уровне, на большом, высоком уровне. Просто можно мечтать. Сейчас передача, передача. Павел Антипов не пошел под кольцо, а передача была неплохая, если его пошел туда Антипов. А перед предыдущей атаке Коллинз очень хорошо, это по-американски, по колледжам, колледжам, университетах так ловят в нападении, полы в нападении. Коллинз подстроился под Нандо Декало, занял правильную позицию, Нандо Декало получил тот самый редкий пол нападения при проходе. Но постепенно возвращает игроков стартовую пятерку на площадку Димитрис и Тудис, вот он Хиггенс. Справа-то здесь неточная передача на горе провела зоны, нарушена. Пытался, пытался центрить Нандо Декало, но хорошая защита, расстановка защиты была, что ему и проходить туда под кольцо, посмотрите вот сейчас, и сконцентрировано в этом треугольничке, и заставили, вынудили просто даже такого большого мастера сделать потери. Павел Антипов отыграл половину первой четверти, затем заменился, вернулся на площадку, и он до сих пор самый результативный игрок этого матча в составе обеих команд, 6 очков на его счету. А сейчас еще Хиггенса поймал на фол в поле, и три штрафных исполнил. Ну явный фол, конечно, такой во время броска, может быть, чуть после, именно руку задел при исполнении трех очков, я считаю, что это плохо. При этом, да, отметим Антипова, который не растопыривался в воздухе, аки морская звезда, явление, с которым достаточно жестко борется в Евролиге. Ох, как мое время, ох, как мое время это делали. Многие, да, с удовольствием, растопырки так называемые. Как же я их ненавижу. И теперь вот за это наказывают замечаниями, техническими, неспортивными, но вот Антипов ничего похожего не выполнял. А Деколу присел отдохнуть, Антипов первый штрафной реализует, но Никита Курбанов там пытается привлечь внимание Родригес, который возвращает в игру, и тут пытается распределить ролик. Я так понимаю, что Хлагин оказывает, что в случае необходимости он выведет. Да, два главных забивающих, одних главных забивающих, Нэнда Деколу главный забивающий ЦСКА пока на двух очках, а Родригес, который начинал с артовой пятерки, вообще без очка сидит на скамейке. Да, сейчас, вот, вернулся. Сидел на скамейке, сейчас вернулся. Да, пока явный дефицит очков, то, что ЦСКА любят, они самые забивающие команды Евролиги. В лиге ВТБ, скажем так, сложно, это можно сравнивать эти цифры и показатели статистики, но неправомерно, мне кажется, после 10 игр, сыгранных в лиге ВТБ, играли с разными соперниками. Разные результаты были, у кого-то послабее, и все это не самое справедливое будет, если сравнивать цифры. Брохов заряжать не стал, а чуть раньше Элигард свои телескопические руки использовал по назначению. Вот сейчас атакует Брохов, мяч клюет переднюю дужку, и уже Райану приходится защищаться против Воронцевича в позиции центрового, но... И опять хочу отметить Коллинза, который прервал эту передачу. Воронцевич имел преимущество под кольцом, но мяч до него не дошел, потому что Коллинз выставил ногу и перехватил этот мяч. Да, Коллинз хорош в защите, по-прежнему по нулям в атаке, а ведь он средним 15 очков в своей команде приносит, но во имя команды можно и потерпеть. Он, кстати, в том году был лидером, второй год в Локомотиве, и является, не так часто это бывает, является капитаном команды. Гвоздов защищался против Родригеса. Позиционная атака Локомотива, запускается там Брохов, пытается запутать своего опекуна многочистыми наведениями, но вырывается за ним Хиккинс. Мажет Элигар, смахивает мяч с кокса, но тут как тут Коллинз. Подбор в нападение, 1-1 против Францевич, он играет, не сближаясь с ним, мажет. И как не может Коллинз найти свой бросок Курбанова? Очень хороший подбор Курбанова, сам устремляется в быстрый прорыв в руки Хвостова, который вынужден валить, потому что Курбанов не расстался с мячом и пытался продолжать введение и центрить, для того, чтобы использовать свое преимущество. Ну а здесь вот Хвостов зачехлил Родригеса, который тоже чересчур понадеялся на высоту своего прыжка. А мяч сбили, мне кажется, падал бы он, он бы упал туда, или хорошо вывернулся левой рукой. Хорошо сыграли в защите армейцы. И пол нападения, да, получает Отелло Хантер. Да, видите, здесь ловил. Но, кстати, и Брохов отнюдь не видным Аккумсом в этом эпизоде был. Он как раз обхватил Хантера и натягивал его на себя. Здесь повнимательнее идут за арбитром. В следующей подобной ситуации наблюдать за происходящим на паркете. Волк Хантер был. Но еще раз повторюсь, Брохов тут тоже, конечно, седнейский драматически нам изображал. А, Элигар. Не было ничего, все правильно. Выскочил мяч у Элигара и потом от его ноги ушел за лицевую. Даже не пытается, по-моему, посмотрите. Сначала он выскочил коленкой, тут Кантер-Карте умудрился помочь выбить этот мяч. Тайм-аут. Семешков, преимущество краснодарцев. Не складывается игра у ЦСКА пока. Хорошо играет в защите. Очень слонно играют краснодарцы. Но и найти атаку пока не могут, как я уже говорил, ни до кого, ни Родригес. Много потерь. Не так часто мы видим такое количество потерь. У ЦСКА 4 было в первой четверти. Если мы его уже умножим, даже просто число армейской займемся на 4.16, это критическое количество потерь. Смотреть, 6 из 8 главных забивал этого матча россияне. Павел Атепов 9 очков. Гори Хиггинс. Самый главный армейский снайпер 5 очков на его счету. Но тут говорить о результативности игроков ЦСКА даже как неудобно. 5 очков Хиггинса и никто более, чем одним точным броском в этой встрече у ЦСКА не отмечался вообще. Два игрока не принимали участие, по два игрока не принимали участие в игре пока и у ЦСКА, и у Локомотива. У ЦСКА это Михаил Кулагин и Виктор Хряпа, который в последнее время уступил свое место Семену Антонову. Ну а у Локомотива это Евгений Бабурин и Ильницкий, Станислав. Причем люди, которые в общем-то вписываются в концепцию обратно, могут выйти и могут защищаться. Что Бабурин, что Ильницкий в этом компоненте весьма-весьма хороший. Бабурин мало сейчас играет игром в сборной. Но тренер, он отчасти тоже художник, он так видит, поэтому смотрим, что будет происходить дальше. Родригес отступил, давая себе пространство квали. И тут же Родригес засовывает треху, очень неудачную, но в итоге Хиггинс угадал с подбором. Ну и как сложный мяч левой рукой, находясь спиной в кольцо, какой если повтор мы увидим, посмотрите, непростой мяч забил Хиггин. Плохая атака, вот он здесь, левой рукой и с полом Павел Антипов, это третий пол уже. Родригес потом скажет, что нет, это не промах, запишите мне голевую передачу, протокол. И, кстати, три минуты потребовалось армейцам, чтобы забросить свой первый мяч. Во второй четверти три очка на в одной атаке от Кори Хиггинса. Четыре очка преимущества Локомотива. И вместо Антипова вот как раз Танислав Ильницкий появляется на площадке впервые в этом матче. Проблема в том, что у Антипова три персональных замечания. К этому моменту уже Коллинз снова становится в розыгрыш. Мяч Курбанов его опекает, но Курбанов и таких прирожденных разыгрывающих способен сдерживать по дистанции матча. Так что с Коллинзом в этой позиции вроде проблем у него быть не должно. Квали на этот раз не было. Хантера, которого не смогли перебросить краснодарцы в прошлый раз. И здесь мяч до Квали дошел, но до трехсекундной зоны не промахнулся. Хантер в луп несется мстить мгновенно. Мгновенно и месть его была бы страшна, если бы Хантер попал. Кулагин не стал там искать Брокхова передачей в этом возможном отрыве. Доставил мяч в передовую зону. Ильницкий, конечно, нужно время ему, чтобы войти, поймать ритм этого матча. Семь секунд на атаку. Продавить, и в результате защитник отступил, а Квали оказался на полу. Против Родригеса не отважился центрить Кулагин. Вот момент, когда Коллинз все-таки забросил мяч туда, в трехсекундную зону Квали. А Хантер как раз вышел на подстраховку, но опущены были его руки. И вот этого зазора как раз хватило. Ну и чуть-чуть придержал левую руку Курбанова, который без нарушения правил, но движение рукой было. Курбанов не сумел выпрыгнуть вовремя, перехватить этот мяч. Но и передача была хорошая. Кулагин после двух промахов с линии тоже не мажет. Но в протокол бы там попал один. А вот, пожалуйста, и хряпу активирует Димитрий Сытудис. В следующей паузе капитан ЦСКА появится на площадке. Два из двух от Кулагина. Восемь очков вновь составляет преимущество Локомотива. И Виктор Хряпа вместо Семена Антонова как раз появляется на площадке. Все так же прессингует. Может быть не так активно, но тем не менее... Но они сдерживают. Сдерживают, сдерживают. Не дают разогнаться ЦСКА. Не дают свободной жизни. Там уже Вадригесу. Хряпа с места в карьер. Сразу проход лицевую. Пас. Хиггинс. Ну так смотрите. Каждая вот такая защита Локомотива крадет от ЦСКА ну секунд 4-5. Четвертая команда. Сокращая количество атак. Что вполне на руку железнодорожникам. С учетом того, как они защищаются в своей трехсекундной зоне. С каким процентом попадают армейцы. Это крадет огромное количество очков у ЦСКА. Такого со средней на переднюю дужку и хряпа. Вот он. Время идет. Ничего не меняется. Хряпа там, где мяч. Словно какой-то радар, встроенный постоянно, приводит Виктора в то место, где оказывается предмет вожделения всех игроков на площадке. Спас он этот мяч для ЦСКА после промаха Декало. Но Декало потом использовал весь свой талант, заставил он Ницкого свалить и встает на линию штрафных, потому что это пятое командное замечание. Декало будет исполнять, интересно как он. 93% исполнения штрафных в Евролиге. Это супер цифры. Чтобы пересчитать промахи Декало с линии, по итогам сезона иногда достаточно пальцев двух рук. Действительно доведенный до автоматизма элемент. Очень важный, кстати сказать, не думай о штрафных ты свысока. Вот как перефразируем можно было бы об этом поведать. Итак, минус 6 у ЦСКА. Локомотив в атаке снова присел Коллинз. Бэт, Лейсик, Валия и Литки. И хоу, как его зачехлил Хантер, но по мнению судей сделал это с нарушением правил. Интересный момент. Опять же не могу оторваться от того, что происходило вверху. Ну, честно говоря, с этого ракурса и... Вверху ничего не было. Был хороший блокшот. Честно говоря, и контакта вот корпуса. Я не смог заметить ни с одного из ракурсов. Но арбитр находился рядом совсем. Ну что, не будем критиковать арбитров. Отсюда не видно, что был фул. Главное, вообще бесполезно. Суть и своих решений не меняют. Да, даже если бы мы находились на площадке. Ильницкий. Один из двух. И Деколо забирает мотор и сразу высматривает Хиггинца, который побежал в контратаку. Но вернулся Кулагин. Подхватил его рывок. И Деколо предпочел не рисковать. Плохой заслон. Хантер, не поставив заслон, уже рванулся под конец. Тем самым обусловлено, что Деколо не получил этот заслон и не сумел оторваться от своего защитника. Нормальная, хорошая атака от Лэйси. Но не точная. Хорошая в том смысле, что не финальная часть. Все предыдущее было хорошо. Ну и в парне Западор. Локомотив нарушает правила на хряпе. Вот повтор этого момента. Здорово поставил спину Ильницкому. И кому здесь, Станиславу, выписали полный? Скорее всего, да. Важно подталкивалось. Хряп в спину. Ильницкий уходит. Брокхов на паркете. Ильницкий сыграл только пару минут, а уже три пола успел схватить. И снова так отправляется на дальний конец скамейки запасных. И в следующий раз прибегнет к его уступам совсем не скоро. Саша Абрадович по ходу этого матча. Хряпа реализует первой штрафой. И тут с восторгом. Трибуны отзываются на предложение поиграть в игру. Закончи фамилией, имя Виктор. Хряпа несется из разных секторов. 30-25. Два тайм-аута и Тудис уже все использовал. В первой половине есть еще минута в загашнике у Саши Абрадовича. Армейцы тоже очень плотно защищаются, но с распоправкой. На это как раз и действуют железнодорожники. Они не форсируют события. Они стараются выводить друг друга на такой бросок, когда в ситуации деваться некуда. Армейцы вот немножечко как раз передергивают. И одна из предыдущих атак Хиггинса после первой передачи из Задуги тоже вот казалось такое несколько поспешным. Армейцы стремятся вот как раз поймать свою волну и такой серии нокаутирующих ударов сломить соперника. Но пока опять же по дуду кубанской команды проходит эту встречу. Очень много потерь сейчас. Необязательная потеря была в исполнении Декало. В простой ситуации потерял мяч. Мяч зашел все-таки до хряпы, но тому трудно было спасти этот мяч. И он ушел за боковую линию. А результат Куаре забил. Очень неплохой мяч. Такой может быть не совсем свойственный ему такой парашютик. Декало выиграл позицию в трехсекундной зоне. Заставил Лейси правила нарушить. И у Лейси это третье персональное замечание. Подвисают игроки кубанской команды. Три у Антипова, три у Лейси, три у Ильницкого. Но такой очень ролевой игрок с весьма специфическим функционалом. Но и как следствие снова Коллинзу. Нужно бросать в бой. Коллинз чистенький. Это касается как набранных очков, так и полученных халов. Так, какие-то сплошные нули напротив его фамилии, что нечасто мы видим. Первый Лейси! Гручим боленщик! Декало достаточно уверенно. Первый штрафной реализует. Шесть очков преимущества Локомотива. Саша Абрадзович там продолжает переживать по этому поводу. Но вообще, конечно, за наставниками сегодня наблюдать вообще отдельный жанр. По итогам матча можно самый настоящий видеоклип сделать с Дмитриевскими танцами. Кулагин против Деколосного. Это парочка друг против друга. Коллинз против Хиггинса. И, наконец, капитан Кубанцев попадает из-под кольца. Прот слева. Края справа намазал, слева попал. Очень хорошо вытянулся такой. Прямо вот видно было, как он вытянул руки в высоком прыжке. И в самом верхней точке выпустил этот мяч. Непростой мяч забил уже в мясорубке там под кольцом. Здорово Бэк. Сначала пришел сдваиваться на хряпе, который центрил против Узбавши. Ооо! Декало! Какой мяч Декало забил! Затыкает сирену об окончании атаки своим дальним попаданием 34-30. И вот вся эта хорошая работа Бэба пошла прахом. Но, опять же, здесь повезло. Армейцам отчасти. С другой стороны, Декало. С ним нужно постоянно держать ухо в остро. Брокхов через руку хряпы тоже попадает. И кто скажет, что и Брокхов не заслужил. Как хорошо. Вот хочу заметить, как все-таки разыгрывали эту ситуацию два человека, два игрока на краю. Пытался центрить Коллинз. Отдал Брокхову. Брокхов на Коллинза. Коллинз на Брокхова. Нескорад передавали друг другу. И все-таки дождались момента, когда хряпа, отступая для того, чтобы подстраховать Коллинза, чуть-чуть опоздал. Этого хватило Брокхову для того, чтобы с высокой траекторией бросить и забить этот трехочковый. Ну и сейчас Коллинз с Брокховом на пару обокрали Хантера под своим кольцом. Коллинз заработала у Марти Коллинза. То, о чем я говорил, что может быть это опасно для армейцев, когда лидер не забивает какое-то время. Все равно он будет забить. Бедачков не уйдет. О, последнюю секунду отдал на наиграно. Уже не глядя практически отдал на Де Кало туда, на Хантера, зная, что он должен быть там. И Хантер вовремя сделал это движение под кольцом и выловил этот мяч. Хорошая командная работа. Бабурин выходит вместо Беба. Первое появление Евгения на площадке. Четвертый номер Локомотива. Ну и, собственно, 12 игроков уже задействовал Саша Абрадыч в первой половине этой встречи. Но против 11 УЦСК Михаил Кулагин пока не появлялся работать против своего брата. Да, но при этом, опять же, есть этому объяснение. Четыре игрока Локомотива, три фола имеют в своем пассиве за минуту 38. Сейчас просто рисковать нельзя. Никоим образом четвертым фоллом. И вот поэтому Ильницкий и Бабурин получают свой шаг. Кулагин против Де Кало отправляется внутрь. Скидывает на периметр. И здесь уже Коллинз призывает всех успокоиться, не пороть горячку. Куали очень далеко. И очень плотно канток против него. Да, защищается так, будто Куали известный снайпер специалиста трехочкового броска. Коллинз промахнулся два подряд. Не глядя, перекрывали ему небо там. Он просто в сторону кольца бросил. Но Де Кало. С этой точки попал в более пиковые ситуации, стрессовые. Сейчас промахнулся. И здорово опять отсекли краснодарцы своих оппонентов. С пола они забрали этот мяч. Такой высший шип для защищающейся команды. Ох, обрадовая сейчас надо видеть, как он скачет там. Как он руками машет своей команде на Куали. Потому что тот не туда встал, куда нужно. Булагин. Нороший подбор от Хляпы. И знаменитый его известный пас. Прямо практически сразу после подбора. Просто для учебника детских спортивных школ. Хляпов выпрыгивая на подбой. Уже видел, что Нандо Де Кало туда убежал. И отдал точно ему в руки. Как результат Нандо Де Кало на линии штрафных. Пытался обезвредить Кулагин. Своего оппонента. Но нет. Де Кало на линии штрафных бросков. В 9 случаях из 10 это гарантированы 2 очка. На последние 32 секунды. И Тудис выпускает фридзона Семена Антонова. Де Кало тем временем обгоняет Павла Антипова. В споре главных бомбардиров этого матча. Десятый очко набирает Нандо Де Кало. Становясь первым баскетболистом. Вышедшим на этот рубеж. 32 секунды до конца. Еще по атаке. Его и поменяют. Его и поменяют, я думаю. Если он попадет. Десятый очко набирает Нандо Де Кало. Уходит Хантер и уходит Родригес. Де Кало нельзя. Он пока справляется с Кулагином. И как раз может быть забирается ему под кожу. Может быть и провоцирует на эти броски. Сразу после которого в предыдущем моменте Де Кало убежал. И заставил того же Кулагина сфалить. Это интересно. При наречии Бабурина. Номинального плеймейкера. Мяч выводил Коллинз. Уже не первый раз в этом матче. В розыгрыше как раз сейчас он там. И опять очень сложный мяч забивает. Фактически не глядя. Против лучшего защищающегося игрока Курбанова. Хороший мяч забил Коллинз. Ну а тут Де Кало, Фридзон. Вот за чего его выпустили. И он попал. Отличное завершение первой половины. Фридзон. Самый быстрый ствол Запада. По-прежнему к 9. Смотрим, как вывели его на бросок. Ну а вторую четверку опять выигрывает Локомотив. Если первая у них была плюс очков. Напомню, 18-19. Проиграл ЦСКА первую четверку. Сейчас 37-41. Локомотив впереди. Продолжение следует. Оставайтесь с нами. Возвращаемся в Москву. ЦСКА принимает Локомотив в главном матче января. В Единой Лиге ВТБ 41-37. Гости столицы впереди. После 20 минут игры. Статистика первой половины интересна тем, что гости значительно превосходят ЦСКА в реализации бросков. 52% попадания с игры у краснодарцев 29%. Всего лишь у ЦСКА. Это при том, что еще атак у кубанцев больше бросков с игры. За счет чего же удается ЦСКА держаться на полу. Больше штрафных баскетболисты ЦСКА исполнили 23 против 11-ти краснодарских. И, кстати, вот эти штрафные еще оборачиваются тем, что у ряда игроков Локомотива есть проблемы с персональными замечаниями. Три пола у Антипова, три у Лейси, три у Беба и три у Ильницкого. Но вот первые двое такие важные игроки кубанской ротации. И их, конечно, придется как-то дозированно нагружать во второй половине. Или им самим придется играть максимально аккуратно. 12 игроков вынужден. Но Саша Абрадович, опять же, в силу этого в первой половине задействовал. В ЦСКА больше подборов взял, в том числе, 6 в нападении. Но, опять же, это лишь было призвано компенсировать такое огромное количество промахов. Менее 30% с игры до когда-то было по секретарству ЦСКА. Да, согласен. Это как раз яркая иллюстрация того, как Локомотив пытается разрушать нападение ЦСКА за счет очень плотной обороны, за счет агрессивных действий в защите. Но цена, цена, это то, что они добились. Добились, что ЦСКА плохо бросает с игры, с процентом плохим попадает. Но чаще становится на линию штрафных. Потому что очень плотно играют и вынуждены нарушать. Часто при такой плотной защите кубанцы нарушают правила. Вот и выбирай, называется. Или дай бросать спокойно ЦСКА, на счете на то, что они не упадут. Или играют очень агрессивно. Но есть возможность, что они будут вставать на линию штрафных. Что часто делает тот же Нандо де Кало и же с ним. Дмитрий Светудис пытается все очень резко перетрифнуть. Лишь один игрок из стартовой пятерки. Это Никита Курпанов вместе с ним на площадке Нандо де Кало, который становится в розыгрыш от Элла Хантер. Виктор Хряпа лишь под занавес первой половины, появившийся на паркете. И Уилл Клайпер, который тоже, в общем, был достаточно незаметен до большого перерыва. Он сыграл всего лишь две с лишним минуты. И такое ощущение, что он не совсем здоров. Ну, во всяком случае, мне так почему-то показалось. Но присутствие его сейчас на площадке опровергает мою какую-то догадку, мне кажется. Все так же плотно действуют кубанцы. И даже Хвостов, несмотря на свою... Уступая в габаритах, сейчас пытался выбить у Курпанова. Выбил мяч, оказался в ауте. Брокхов против Клайпер, но защищается. Тоже два игрока не из старта. На первых секундах, третьей четверти на площадке у Локомотива. Это Брокхов и Элегар. Выигрывают армейцы щит Хряпа, Курпанов. Семь своим видом показывал нас, что будет бросать треху. Квали бежал его накрывать на противоходе. Квали поймал, но не забил Никита. Третий потор нападения у ЦСКА. Клайперн из угла, но будет четвертый. Нет, здесь все-таки поднимают мяч. Баскетболисты Локомотива. Отборолся Элегар, отборолся Брокхов. Ну, а помимо них Квали, Хвостов в розыгрыше и Марди Коллинз, который шесть очков в первой половине все добрал. Курбанову, конечно, виднее, но мне кажется, надо было ему бросать, а не идти под кольцо. В этой ситуации все хорошо в броском у Курбанова. Коллинз, несмотря на то, что был не так юристативен, как обычно он бывает, но он, тем не менее, очень полезен в этой команде. Но я уже не говорю о том, что он шесть подборов забрал. Он пять ассистирующих передач отдал, инистративных. И, ну, все-таки наковырял там шесть очков в первой половине и сейчас отметился в момент. Да, Чайка-оркестр, он еще и три потери сделал. Но это тоже уже в коллекции. Киперактивен Коллинз был, и, кстати, пробежал он много не только по площадке, но и курсируя по маршруту. Ракет-скамейка постоянно дергал его Абрадович, но на игре Коллинза это не сказывалось. Ох, какие первые, какие первые, это надо доказать, увидел? Да, Клайберн под кольцо, но все-таки не сумел поразить цель, хотя, казалось же, выиграл. Позицию выиграл, руку у Брохова, но нет. Квали на кольцо даже не съел третий. 10 секунд на бросок остается у Локомотива, и ситуация не самая хорошая, поскольку Хвостов тут под двойной опекой больших людей. А вот Элигара нашли, и Элигар! Словно и не было там надо договора. Надо поберег себя, прямо скажем, Фоллот должен был получать момент получения. Элигар отмечал. В защите. Клайбер против Хвостова, надо центрить. Квали помогает. Хряба видит Курбанова на противоположном краю площадки, и Никита под 45 валивает свою треху через Коллинза. 45-40. Такой накласс сейчас забил Курбанов. Мне кажется, сам сомневался. Был нужно бросать, но по всей логике нужно было бросать. Не стал это делать. Проколон Хряба своими длиннющими руками выковалил этот мяч у Лигара. И своевременно на доколон. Нам осталось только попасть. Рывок в ЦСКА, и Абратович нет, и не берет тайм-аут. Плюс три остается у его команды две с половиной минуты. ЦСКА не мог поразить кольцо соперника, но вот пять очков подряд. Сумели набрать, подставляется Декало, и на этот раз успешно. До этого Коллинз сымитировал фоу нападения на Декало. На Декало все сделал в Сочи сюда на дорогу. Евгений Сидых с очередным наблюдением за ходом этого матча. Вам слово, коллега. Спасибо, Роман. Хотел сказать о том, какие корректировки внесли наставники обеих команд впервые. Мне краем уха удалось подслушать установки тренеров. ЦСКА хочет бежать в быстрый отрыв, потому что очень медленно возвращается Локомотив в защиту. И легкие очки будет ЦСКА легко набирать, если увеличит темп игры. В свою очередь, Локомотив очень плотно хочет играть в получение. Особенно при игре спиной к кольцу кого-то из армейцев. Коллеги. Спасибо, Евгений. Ну, действительно, раннее нападение нужно. Это, опять же, при таком низком проценте попадание проведет, во-первых, к его росту, а во-вторых, к увеличению количества атак. Это важный момент. Клайберт по-прежнему не может попасть из-под кольца, но на этот раз, по крайней мере, на нем фол получили. Так что Клайберт становится на линию штрафных бросков, уходит Хвостов, у которого два персональных замечания. Возвращается на площадку Дмитрий Кулагин, в первой половине принесший своей команде 7 очков. Не в своей тарелке, мне кажется, Клайберт находится. Сделал вроде все правильно. Прошел, прошел. Обычно он забивает такие мячи с фолом, но что-то вот на лице написано, что что-то не так. Доколо получает фол, преодолевая заслон, который ставили. Для его игрока три фола у кубанцев. Первый получили армейцы в третьей четверти. Лаиси вернулся в игру Брокхов. Не успевает за ним Клайберн. Брокхов вот с этой точки, с вершины дуги второй трехочковый попадает в этом матче. 48-43, плюс 5 поддержал свою команду Брокхов этим дальним попаданием. Клайберн снова внутрь, обостряя ситуацию, стягивает к себе по строгу. Передача неудобная. На уровне колена где-то Хантеру нужно было этот мяч вылавливать. Со скоком от пола. Вот, смотрите, Элигар пошел. И, собственно, даже ниже колена мяч в ногу ударился. Плохая передача. Да, но нужно обратить внимание, Хляб это был в иглу один. За счет Хляб и страховали. Вы знаете, должна была передача пойти именно Хлябе туда. Он хлопал в ладоши, показывает, что дайте мне мяч. Не увидел Клайберн. Кулагин видит Элигара под кольцом. Фрэнк выносит, словно штамп утягает. Но, понятно, ему там на руки успели повиснуть игроки в синей форме. И поэтому попасть было достаточно сложно. Ему вот здесь, здесь. Ну, надо отметить пас Кулагина, который и от пола сделал его. Но так, по-другому он не проходил. И точно в руки все здорово. Но вот Элигар, насколько я помню, не самый лучший исполнитель штрафных бросков. Один из двух попадет, и оно к лучшему. Очень низкая траектория у него. В первом периоде, в первой половине забил он два из двух. Но с таким броском не будет никогда стабильности. Еще чуть-чуть по прямой летит мячик. Да, чем круче траектория, тем больше шансов поразить кольцо, чем она выше. А здесь, ну, практически параллельно земле мяч летит. Исключенный по точности должен быть бросок. Просто математика здесь против Элигара играет. Клайберн в трехсекундной зоне. Снова на Хантера. Тот с дриблингом вниз. И... О-о-о! А вот это полукрюк сейчас был. Элигар подрал. Какой прыти просто не ожидал от соперника. Ну, как тут бороться с таким броском? Никак. Но хочу сказать, что Клайбер должен был атаковать. Он должен был задавить там под кольцом своего защитника, из которого он имел явное преимущество. Но вот отдал Хантеру, причем отдал практически на штрафную линию. Он не так опасен. Хорошо, что Хантер извернулся тут в этой ситуации. Посмотрите. Хорошо, что Хантер решил эту гипотезу опровергнуть. И показал, что он в порядке. Другое дело, сколько таких бросков еще исполнит Отелло. И забьет ли хотя бы еще один мяч в такой инсцепации. Да, сложный мяч был. 45-49. От Броккоффа нельзя отходить. Не на метр, на полметра. Потому что австралиец успевает бросить. Но это сейчас знает Клайберн. Получил из установки от тренера, естественно. Лейси сплаковал. Да, медленный. Медленно придумывал себе эту передачу. В итоге Деколо перехватил. А здесь Курбанов плюс один не забивает. Но Антипова заставляет получить четвертое персональное замечание. И что обрадович. Когда Антипов еще к излету второй минуты, второй четверти получил в два персональных. Он спокойно отреагировал на подсказку ассистента. Сейчас. Но слишком легко тут обыграл. Сейчас все-таки Ивлево. На первый же показ Антипов купился, выпрыгнул. Ну и Курбанов, естественно, зацепили его там за руки. Будет бросать два штрафных. Напомню, что первые два штрафных в исполнении Курбанова были в молоко. После этого Никита исправился. Как-то будет сейчас. Ивлев вместо Антипова на площадке две с половиной минуты на паркете. В первой половине Владимир провел по нулям абсолютно все. При этом отмечали, что защищался он хорошо. И одну из атак именно он там подцепил мяч. Украл у армейца мгновение, которых им не хватило для того, чтобы уложиться во время отведенное на атаку. С протокола этого действия не попало, но тем не менее, вот, пожалуйста, хорошо мы вспомнили о нем. И сейчас здорово. Ивлев поставил спину, подобрал партнера, но Ивлев своего просто не выпустил. На подбор не пустил трехсекундную зону. Позиционная атака. Лэйси говорит, дайте-ка я. И болит с дальней, кольцо мяч выплевывает только в гол фейлигар. Он прорвался сквозь спину своих соперников. Брохов из угла, попадает Райан. И вот третий треха в этом матче. Ну, полтора очка нужно отдать Дмитрию Кулагину. Согласен. Смог и сам атаковать, но очень хорошо увидел открытого астралийца в углу. Здорово, Дмитрий. Убанов, молодец. Здесь здорово. Здесь должен, Семен Антонов должен поделиться опять с очков, если бы уже начали такой базар. Но здесь те же полтора, но только двухочковый мяч из Семенов. Очень грамотно Курбанов распорядился ситуацией. Он понял, что два игрока против него. Где свободный партнер? И партнер не замедлил показаться на экранах его радаров. Да, здесь шикарный потор нападений. Во-первых, был у Элигара. И да, великолепный совершенно пас от Дмитрия Кулагина. Плюс четыре. По-прежнему у Локомотива. Вровень команды шагают по третьей четверти. Ничья у нас, если брать один только этот игровой отрезок. Лейси. Нет, так и не позволил ему увидеть небо Никита Курбанов. А временем совсем немножко остается. Воронцевич накрывает Лейси. И временно атаку истекло. Даже если бы оставили мяч судьи сейчас. С футболистом Краснодара. Времени на то, чтобы провести бросок у них просто бы напросто не оставалось. Видно, что у Лейси есть потенциал. Потому что очень хороший сейчас был уход. С первого шага обошел он защитника своего. Но пока не складывается у него. И с очками нет очков на его счету. Атаки были. Но пока не очень вписывается. Хотя Саша Абрадович верит в него и держит на площадке. Замены не происходит. Семен Антонов на линии штрафных. Есть шанс сократить до одного двухочкового попадания разницу в счете. Точинг, Семен в первой попытке. Пять очков на его счету уже в этом матче. Две передачи два подбора также имеются. И нет, на этот раз не попал Броков забирает подбор и вручает мяч заботам Дмитрия Кулагина. И опять никуда краснодарцы не торопятся. Им это абсолютно ни к чему. Нужно играть до верного и опять же тратить желательно максимум времени. Помимо всего прочего, это и соперника изматывает. Неспортивный фолл Боранцевича на Элигаре. Абсолютно профессионально ведут себя оба. Элигар никакого возмущения не высказывает. Никаких там жестов в адрес соперник не делает. Первое, что делает Воронцевич, это идет извиняться перед Элигаром за этот сверх жесткий фолл. Кстати, вполне себе такой североамериканский. Должны быть еще и поэтому Элигар, в общем, не особо в обиде, потому что когда он рос... Ну что, он добился своего, запалили его еще. Он даже, даже если бы не дали этого неспортивного. Но опять надо отметить Дмитрия Кулагина, который отдал пас. Не о самой такой очевидной ситуации. Очень хороший пас был. Элигар подтверждает то, о чем мы говорили, по поводу траектории его исполнения штрафных. По второй заходят Целли, и ведь, опять же, понимаете, какое дело? Ведь это абсолютно тренируемый элемент. Здесь у нас, вот опять же, отсутствующий сегодня Кайл Хайтс пример. Забивал один из двух в лучшем случае. Сейчас в этом сезоне, там, за 80 далеко. Процесс реализации штампует как автомат. Хотя, в общем, казалось бы, зачем тратить время и заниматься такой ерундой. Здесь здорово Хиггинс. Хиггинс здорово, но выпускает мяч за боковую. В этой сумотоке опять Кулагин был там рядом. И сейчас он и будет выбрасывать мяч из-за боковой. Хорошо борются обе команды. Хиггинса надо отметить за действие в защите. Но потом не сумел укротить мяч. Но плюс один, не было контроля мяча армейцами. Поэтому 8 секунд остается на бросок у локомотива. Ивлев до Лэйси доводит. И тот попадает. Но не может же он вечно мазать. Не может. Я говорил о том, что он бит на подвижение, по всем, что он может. Ну, рад оказаться в Лаване. Он учился в Алабаме. Два сезона профессиональной лиги провел в Италии. В Песаро и Динамо Сассари. Так вот, с первого курса университета он меньше 10 в среднем не забивал ни к тебе. То есть действительно такой стрелок, агрессор, но по-другому и сложно. Собственно, обратите на себя внимание команд, которые претендуют на победу в Еврокубке, на повышение в классе и так далее, и так далее. Очень активный армейцы на подборе. После промаха Клайберна не выключили сеть борьбы. Подобрали мяч и кто там будет? Хиггинс будет бросать штрафные. Повтор будет смотреть арбитр. Обгоняет Тейнера, чтобы кто-то не вмешивался в работу. Иоанна Сергея Вилова, мы победим! Пыль ЦСКА! Пыль ЦСКА! Йовчич и Замойске отправились просматривать этот момент. Ну и кратает эту паузу. Маскот армейцев просто ходит в приятной компании. Смотрели. Кто должен исполнять штрафные броски? Насколько так активно показывали. 21-21, 21-21. Возможно. Другой версии у меня нет. Клайберн. На линии штрафных. И вторая попытка. Заходит в цель. Активный прессинг к исполнению ЦСКА. 56-51. Меньше трех минут до конца третьей четверти. Кулагин против Хиггинса. Кори умеет защищаться. И, кстати, достаточно быстрые длинные руки у него. Может он отбирать и на дриблинге. Который все-таки не идеальный у Кулагина. Но вот поляну сечет, конечно, замечательно. Дмитрий снова видит свободного элегара. Тот открылся буквально на мгновение. На тебе, Кулагин. Третья передача Кулагина подряд за несколько минут. Именно на элегарах. Который просто пользуется тем, что он вовремя. Главное его достоинство. То, что он чувствует момент, куда выйти под кольцо. В тот самый момент сам ничего в асенте ничего не создал. Он просто был вовремя на месте. Ну, а после этого высокий прыжок в длинные руки. Что тут можно сделать? Да уже ничего. 58-51. Естественно, ЦСКА берет тайм-аут. Энтудис явно недоволен, как происходит вся эта ситуация. То есть карта простов элегархов. Ну, какая тут карта. Все сверху, все туда. Простая ситуация в отсутствие кальца. Мы не будем уповать на одного кальца, но ЦСКА тяжело под кольцом. Вот на этих двоечках, на быстрых врываниях под кольцо элегара. Сейчас уповает Краснодар и очень-очень хорошо играет Кулагин. Я еще раз повторю. Если у ЦСКА не наладятся двухочковые и трехочковые броски, им будет очень сложно выиграть этот матч. Но если наладятся, они могут буквально 10-очковое преимущество, дефицит съесть за пару минут. Все в этом все и происходит. Найдется ли тот лидер у ЦСКА, который обычно находится, это или Нандо Декало, или Хиггинс, или Родригес. Пока никто из них явно не являющий Декало, как и набрал 13 очков. Но ничего такого особенного не видно. Но опять же, именно для того, чтобы не дать сопернику взорваться, так жестко контролируют рывки ЦСКА. И Амрадович, который тут же берет тайм-аут, кстати, еще ни одного. Он не использовал второй половине, но мы помним этот момент в первой. Ну и плюс сам Локомотив как раз и загоняет себя на пульс за 200, для того, чтобы в горячке начать совершать ошибки. Они продолжают атаковать во вполне себе понятном и размеренном темпе, в том числе и мучая соперников в защите. И, кажется, больше надо сыграть сейчас на Хиггинсе, потому что бразды правления на площадке отдали вот сейчас Клаберну, которая, я повторюсь, мне такая, становится мое субъективное мнение, не в полном порядке морально, в первую очередь. Может быть, у Федички, я не знаю. Но он совершает действия, как он сейчас потери совершил, а на него команда играет. Он пытается за свои... Но с риском для собственного здоровья Дмитрий проходил. Тем не менее, заработал право на штрафные броски. На высоком прыжке уходил, убирал мяч. Тут уже потерял... Потерял кольцо, где это в падении. Ну, два штрафных будет исполнять. 51-58 за минуту 48 до конца третьей четверти. Преимущество полное пока идет у автомотива ЦСКА. ЦСКА выглядит и по игре, и по счету отстающим. Два из двух реализует Дмитрий Кулагин. Девять очков. Это максимум преимущества Локомотива в сегодняшнем матче. И... Но... Вот Хиггинс, на которого я уповал. С печем. Хантер поднимается по мочим и заслонам. Широко становится Воронцевичу Курбанов, каждый из которых может бросить. И пытается за счет этого растянуть защиту Краснодара, чтобы дать определенную свободу Хиггинсу. Хиггинс, подтверждая слова Сергея Николаевича, попадает со средней. Минус 7 у армейцев. Кулагин снова никуда не торопится. Есть у него время обыграться с партнером, получить заслон. А вот здесь вставляет свой бросок Дмитрий Кулагин. Может быть и несколько поспешным, судя по тому, что мы видели от Локомотива на протяжении большей части этого матча. И как бы не был цепок и длин на руку Элигар, на этот раз за подбором он не успел. Последняя минута, третья четверть, а вот теперь Клайберн заходит на атаку. Уже по глазам было видно с нашего 36-го ряда, что никому он мяч не отдаст. И на этот раз повезло. Попал. Подвесил этот мяч такой на удачу. Удача была на стороне Клайберна и ЦСКА. Мяч упал в кольцо. 55-60. Чуть улучшили свой процент армейцев в попадании с игры, но он не падает у Локомотива. И за счет этого растет преимущество Краснодарской команды. И эту четверть выигрывает. Плюс 4 было у них к большому перерыву, а сейчас чуть больше Клайберн. Но он взорвался. Видимо, услышал мои слова и решил, что это неправда. Все нормально у меня. Он решил, что тоже не может все время промахиваться, как и Лэйси. И поэтому для разнообразия пару раз попал. Последняя атака за Локомотивом. Неужели Клайберн опять будет атаковать? Вот до этого только что два раза один раз промазал, один раз попал. Какая вера в себя. Но отзащищался против него Хиггинс и принял поздравление партнеров на лавке. Что ж, закончилась третья четверть. 62-57. И этот игровой отрезок выиграл Локомотив с минимальным преимуществом. Продолжение следует. Оставайтесь с нами. Итак, все готово к началу четвертой четверти матча между ЦСКА и Локомотивом. 62-57. Кубанцы выиграв все три предыдущих отрезка. По-прежнему впереди. 26-25 по подборам. Локомотив также вырвался вперед. И реализация двух очковых бросков просто пугающая. Для ЦСКА 39% всего у армейцев. 67% у Локомотива. Это при том, что армейцы добавили во второй половине. Что-то я давно не помню, чтобы армейцы продирали три четверти к ряду. Это сенсация, можно сказать. Потому что уж давно известно, если кто выигрывает третью четверть, тот выигрывает матч. Ну, не истина, конечно. Но часто так бывает. Вот так вот. Локомотив выиграл все три. Очко. По одному очко, по два, но выигрывал. Хвостов на площадке. Четвертая четверть. Начало. Кваля, Коллинз, Бебб и Павел Антипов. Локомотива. У него четыре фола, три у Бебба. В общем, тут много кто подвис. Кваля давно на поляну не выходил. Да и Марди. Да и Марди. Коллинз засиделся на мелкой работе. Но посмотрим. Абрадович знает, что делает. Хвостов попадает в треху. Второй в этом матче. В проблемах Клайберна, который отошел от Хвостова и даже длина его рук не помогла. Слишком далеко он был. А заслуга, конечно, Коллинза, который на себя стянул и отдал хорошую передачу. Хиггинс мажет с точки, с которой попал ближе к концу третьей четверти. После чего наступило время Клайберна. Сейчас Уилл доверил Коре, но тот промахнулся. Клайберн. Хиггинс. Курбанов был вместо него срочно на площадку Родригес, поскольку не устраивает уровень организации игры Клайберном. Димитри Саэтудиса. Хантер. И Семен Антонов. Вот состав ЦСКА. Восемь очков. Меньше минуты Курбанов провел на площадке в четвертой четверти. И был заменен. Хвостов. Коллинз. Под кольцо на Квале, но здесь Хантер снова перехватывает передачу. Идея была хорошая, но защита все-таки здесь превалировала. Скажем так, эта передача, она в общем читалась. И там достаточно времени Квале занимал позицию, и достаточно долго Коллинз выцеливал. Это не тот случай, когда Элигар с Кулагином взаимодействовали в третьей десяти минутке. Бэп, смотрите, как далеко выходит за Родригесом. Саша Абрадович, тренер, требует полнападения за неправильную постановку заслона. Но и могу сказать, что есть у него основания для того, чтобы говорить. Движение было от Хантера такое зашагивание. Но с другой стороны здесь и Бэп не собирался останавливаться. На достигнутом игнорировал он этот заслон. Действительно, в ту и другую сторону можно было свистеть. Плотно, очень плотно действует. И даже Хиггинс уже мажет. Ну а вот тут повезло, повезло Клаберну, который оказался в нужном месте в нужный час. Легкие два очка из-под кольца после промаха Родригеса. Родригес все так же не может найти себя, ни одного очка на его счету у испанца нет. Коллинз снова начинает выводить. Интересная манера у Коэнса. Попадает со средней дистанции, очень уверен в себе. И почти с прямой руки бьет. И даже сейчас не особо защитник был рядом. Но тем не менее, когда защитник рядом, за счет того, что он высоко прыгает, еще с прямой руки бьет, трудно его достать. Но это вообще я не видел, чтобы Хиггинс Квозняка пустил из угла. Восемь очков. Преимущество Локомотива. Хвостов заставляет мяч в передовую зону. И снова так дает возможность отдохнуть. Железнодорожники, кстати, вот еще следуют такой проверенной годами мудрости. В защите работай, в нападении отдыхай. И какое-то время действительно такую паузу дает. Разыгрывающий обычно своим партнерам для того, чтобы те пришли в себя. И только после этого приступает к взаимодействию. И опять же тоже крадут, крадут атаки у соперника. Тем самым заставляют работать в защите ЦСКА. Бет выигрывает позицию и забивает с фолом. Но это совсем никуда не годится сейчас. Это элементарно. Просто из-за лицевой выносили. И Хиггинс прозевал Бебе, который рванулся под кольцо. Посмотрите. Атлетизм Бебе позволил ему забить. Но Хиггинс явно ожидал, что Бет побежит туда, на заслоне, который мы ставили на линии штрафных. Два защитника. Но должен был преусмотреть, что прямая дорога к кольцу свободна. Чем и воспользовался Бет. Бет штрафной второй не забросил. Тут же Деколо вместо Хиггинса на площадке. Лейси активирует Саша Обрадович. Следующий паузе. О, как? На паузе. Родригес взлетом бровей. Поднял воздух Дмитрия Хвостова и освободил себе дорогу под кольцо. Но завершить эту атаку было делом техники. Очень активен был Дима Хвостов. И в принципе большую часть времени действовал очень здорово. Тут Хвали подбирает мяч после промаха Беба. Беб очень издалека бросает. С 8-9 метров. Не стесняется. Но пока попадания оттуда мы не видели. Но видно, что он имеет на это право. И может, может, может забить. Беб пошел отдыхать. Лейси вместо него. Беб играл на Национальной Баскетбольной Ассоциации. Это вопрос о том, что очень издалека бросает. 14 матчей за Boston Celtics у него было. Но вот, видимо, держит в голове. Надо будет возвращаться. Пас не отдал хвостов на Хвали, который остался против Родригеса под кольцом. Но все правильно сделал, потому что 3 очка на его счету. Таймаут опять ЦСКА берет. И, ну, жаленым пахнет. Жаленым пахнет. Время еще много, конечно. Но для ЦСКА ситуация явно неблагополучная. Потому что игры у них нет. И локомотив выиграет лучше. Хвостов тут еще много кому не отдал. Тут и Коллинз находился справа. Тут и Лейси что-то так претендовал. Вот, пожалуйста, Дмитрий Хвостов. 3-3 очковые. Это результат. Причем точка не имеет значения. Хвостов опасен отовсюду сегодня. 11 очков. Преимущество локомотива за 6.53. До окончания основного времени этого матча. Ну и мало того, что... Локомотив контролирует игру. Он вполне себе может и заставить ЦСКА от защищаться на уровне своих соперников по сезону. Точнее, от нападать. 68 очков в среднем позволяют своим соперникам набирать железнодорожники в этой регулярке. 61 у ЦСКА за 6.53 до конца. При норме почти 93 очка. Ну, опять же, это в единой лиге, но и в Евролиге так уверенно за 85 ЦСКА набирает в среднем за матч. И вот до этой нормы армейцы не дотянутся совершенно точно. Ой-ой-ой. Чуть не упустил. Но это вообще была бы самая обидная потеря. Практически без сопротивления. Чуть Клайпер не упустил мяч этот после передачи Родригеса. Есть какая-то небрежность в этой ситуации. Нам-то доколол свою любимую правую сторону. У Холстов очень-очень-очень близко с Родригесом. И не дает тому дышать. Просто не дает дышать. Фолл свистят на хвостове. Родригес все-таки вынудил того нарушить правила. А, вот еще и Лейси был. Это вообще шел Лейси. Лейси, Лейси, да. Фолл получил. Третий для себя. Очень активный в защите. И тем самым они вяжут по рукам и ногам. В первую очередь, Декало и Родригеса. Ну и всего лишь второй фолл Локомотива. В этой четверти Фридзон появился на площадке. Родригес, не доходя до Холстова, выпускает фолл. Получает Холстов после броска. Приземлился на Сергию Родригеса. Ну посмотрим повтор. Посмотрим. Четвертый фолл Дмитрия. Задел, по-моему, руку. Задел. Точно не хотел. Но это вот как раз то, о чем я говорил. Желание и очень близко играть защитника. Она провоцирует то, что ты тебе получишь пол. И поставишь игрока противоположной команды на линию штрафных. Но Родригес тоже хорошо бьет штрафные. Мало шансов, что он оттуда промажет. Есть шанс подтянуться у ЦСКА. Очень расстроен Холстов. У него четвертое персональное замечание. Тоже на дальний конец скамейки отправляется. Ну, Родригес, Бабурин сидит рядом, который тоже специалист по защите. Но почему-то маринуют его на скамейке. У Саши Обрадовича другие виды на него в этой игре пока. Три из трех забивает Родригес. Восемь очков преимущества Локомотива. И армейцы начинают прессинговать. Кулагин не стал до конца тащить мяч в передовую зону. На полдороги скинул эту обязанность на Лейсе. Тот расставил команду в позиционное нападение. Коллинз против Родригеса. Его только сейчас приходится Марде перебежать на другую сторону. Сдваивается до коло на нем. Кулагин не дает в угол на свободного партнера. Кулагин проходит сам. Очень хороший мяч забивает Дима. Перевисел. На левую руку переложил. Сложный мяч забивает. А Хантер мяч смажет из-под кольца. Антипов подбирает тут же в борьбе. И подбирает этот мяч. И Локомотив снова в атаке. Лейси. И опять не торопится никуда. Это те же высокие двоечки. Пик-н-роллы. Лейси. Видел, что справа его все-таки догоняет и накрывает Хантер. Он увидел ту дырочку слева. Но хоть и правой рукой, но смотрите. Очень красиво завершил. Красивый мяч. И мы видим, что недаром все-таки Абрадович верит в Лейси. Держит его на площадке очень долго и много. Всего лишь пятое очко на его счету. Но такое нужно. Ну и Элигар появляется на льду. Все, приехали на паркете вместо Квали. Видно, как заряжет Локомотив. Скамейка встречает меняющегося игрока аплодисментами. Дают пять. Поднимаются, хлопают. Это то, чем отличается обычно команда, которая с энтузиазмом относится к этой игре. Чего сейчас не видно у ЦСКА. Выглядят они какими-то уставшими и немножко заторможенными, что ли. Евгений Сидых, может быть, сейчас несет нам некую ясность в этот вопрос. Евгений, вам слово. Действительно, Роман, возможно, еще московская публика не отошла от праздников. Дело в том, что в Краснодар приехала большая многочисленная группа поддержки из Краснодара. Краснодара в красно-зеленой форме. Она находится за трибуной прессы здесь в УСКА. Они самые шумные. Вот человек, наверное, 200, может быть, 220, кажется, человек. И они просто поддерживают своих любимцев, как на домашней арене. И ребята до игры говорили, что это очень важная часть игры. Именно поддержка этих болельщиков Краснодара. Коллеги. Спасибо, Евгений. Лэйси забрасывает очередной мяч из-под кольца, устанавливая преимущество локватива на отметке 15 очков. Что касается посещаемости. Сегодня, кстати, она очень неплохая. Процентов, так уверенно, на 80, может быть, даже на 85 трибуны УСКА, ЦСКА заполнены. И пока большая часть публики в легком недоумении прибывает. 79 очков набрал уже локомотив. И ни одного таймаута обрадовичнее использовал в второй половине. Но этот мяч Лэйси тоже можно причислить к шедеврам таким. Знаете, все-таки провал Тревора в нападении. Очень сложный мяч забил. И как раз это вот яркая иллюстрация тоже. Перед этим атака была, когда армейцы атаковали. И в подобной ситуации с сопротивлением из-под кольца промазали, как и в предыдущих атаках, несколько раз промазали сопротивлением. А локомотив сопротивление забивает. И Кулагин забил, и Лэйси забил несколько раз. Так что это как раз вот яркая иллюстрация того, как команда чувствует себя сейчас уверенно и хорошо. Это внедряет такой эмоции и веру в себя. Знаете, очень сложный мяч забивает. Кулагин такой далеко левой рукой с этим проходом. И Кантер был на месте. Ну что же, минус 15 у ЦСКА за 4.48. Отыграть нужно 15 очков, причем максимум за четверть. Армейцы в этом матче набирают 20. Но... А вот и Родригес. Первые 3 очка на его счету. И первый тайм-аут. Вруб-вруб, из-под кольца он забивал, полы он забивал. Да, как раз, он 2 забил. Но это как раз идет в четверти первые... Первые, первые... Первые трехочковые. Да. Саша Абрадович тут же берет тайм-аут. Потому что вот такой легкий трехочковый может воодушевить соперника. И сейчас его творческие планы, это абсолютно не входит. Времени совсем немного. И сейчас ни в коем случае нельзя позволять армейцам, по мнению Саши Абрадовича, выдавать такие длинные удачные отрезки. Поэтому пропустили 3. Отлично. Возьму тайм-аут. Еще раз повторю то, о чем договаривались. И будем продолжать. Будем продолжать терпеть не только в защите, где терпение только предстоит, но и в нападении. Держать себя в узде и продолжать разыгрывать, да, верно, из матовы. Соперника не оставляя ему сил на заключительный штурм. Очень интересные ждут нас 4,5 минуты, оставшиеся до конца четвертой четверти. Для ЦСКА нужно, чтобы кто-то включил режим Бога. Как Родригес сейчас сделал. Что-то сделает защита локомотива, если Родригес будет, или кто-либо другой будет так забивать, как сделал он это легко сейчас. Но локомотиву нужно, конечно, не спешить в атаке. Тормозить какую-то игру. На первых секундах не атаковать. Армейцы ставят зонный прессинг. И на какое-то мгновение смущает он игроков локомотива. Тем не менее, форсируют они центральную линию. И продолжают армейцы защищаться очень плотно за Элигаром. Тоже не бросающим трехочковый выходит Семен Антонов. А для чего? А для того, чтобы иметь возможность переключаться на двойную опеку. И в итоге на пару с Деколо вытеснили они Кулагина. За центральную линию нарушено правило зоны. То, чего боялся Саша Абрадович, но армейская защита сработала. Двойной такой захват владеющего мячом Дмитрия Кулагина. И Деколо. Ну а кто, если не он, отправляется в проход. Достаточно легко ему тут позволили забить. И это имело бы смысл, если бы до конца матча осталось 2 минуты, а не 4. И снова зонный прессинг. Ой-ой-ой. Очень похоже было. Очень похоже было, что Лейси заступил тут за среднюю линию. И сейчас Этудис тут как раз пытается арбитру это объяснить, находящемуся рядом с ним. У Колинза мяч из рук повалился. В итоге 3 секунды на бросок. А Лейси у центральной дуги. И бросок. Он ударяется в дужку. И могли при определенном сечении обстоятельств железнодорожники продолжить бороться за эту атаку. А что тут произошло? Пробхов еще и фол получил. И это четвертый командный для Локомотива. Вот так. Зазря. Сожгли они возможность безнаказанно свалить в защите. Еще разок. Кулагин защищается против Деколо. Смотрим. Хридзон и Семен готовы тут помочь заслоном. Мяч попадает в ногу Деколо. Но тут Родригес. Рядышком. Родригес с трехой. Попадает. Серхио. И Абрадовичу. Уже пора прошла брать второй таймал. Да. Это то, о чем я говорил как раз. Что будет делать защита, если Родригес вот такие мячи будет забивать. То молчало его оружие. Три четверти. А тут начал работать. Семь очков. Преимущество Локомотива. 15 было только что. До Элигара доставляет мяч под кольцо. Семен успевает сфалить. Элигар два штрафных будет исполнять. И по тому, что мы видели в его исполнении сегодня, пол оправдан. Он оправдан уже хотя бы потому, что не дали сверху вколотить, добыть гарантированные два очка. Даже если... Даже если Элигар забьет два. Тем не менее, это будет все тоже напряжением всех сил. Вот про Родригеса нам сейчас расскажет Евгений Сидых. Совершенно верно, Роман. Хотел сказать о том, что Серхио Родригес является лучшим клатч игроком в Европе. Прямо сейчас это значит, что он забивает броски в четвертой четверти в решающий момент лучше всех. У него сумасшедший процент трех очков в четвертой четверти. 53 именно в четвертой четверти. То есть больше, чем каждый второй бросок он забивает. Что и сейчас Серхио продемонстрировал. Вернув ЦСКА двумя трех очковыми в игру. Коллеги. Спасибо Евгению. И вот с этой точки зрения оправдался Фул Антонов. Один штрафной из двух забил Элигар. 8 очков преимущество у Локомотива. Пока это минимум 3 броска. Фул в нападение получает Декалов. Кто там? Брохов успел поймать его на себя. Ну уж очень откровенно сейчас надо Декалов шел. И хорошую позицию занял Брохов. Хорошую позицию занял Судья. Потому как регулярно на Анду идет проход именно таким образом. И Фулы западение может получать чаще. Когда он на плече своего подталкивает и выигрывает расстояние. А здесь он никакого расстояния не выигрывал. И получилось, что он упрелся и локтем пытался отодвинуть противника. Совершенно четко это был пол нападения, конечно. Эдзон почти перехватил этот мяч. Хотел. Но слишком резко пошла передача. Наигранная связка с Кулагиным. Да, помягче и элегант не смог никак выловить этот мяч. Было бы удивительно, если бы он его поймал. Да. Причем из-за соперника вылетал мяч. Родригес 3 из 3. Какие 53% Евгений. 3 из 3 в этой концовке забивает Серхио Родригес. 5 очков преимущество железнодорожников. И вот уже 2 броска между соперниками за 2 минуты 21 секунду до конца. Вот оно преимущество 3 очкового хата. Но Родригес, конечно, включил режим в свой MVP. Всего на свете. Всего на свете пару лет. Знаете, очень сложно. 2 защитника на нем. С хорошей траекторией. Очень уверенно. Молодец, Серхио. Это было красиво. Кулагину кровь из носу нужно забивать. Два броска для того, чтобы 7 было между соперниками. Это как-никак все-таки 3 броска. Опять же, первый справляется. Забивает Дмитрий Кулагин. 14 очков он сегодня своей команде принес. Больше из всех участников этого матча на счету лишь Нандо Де Кало. Но сейчас Родригес в огне. 14 очков он уже набрал. Причем все в четвертой счете. Так. Да. С удивлением заглядываем мы в протокол. Выясняется, что да. Все 14 очков Родригеса именно на эту 10 минутку пришлись. Семен Антонов исполняет свою партию. 82-77. Лейси. Хорошо в защите. Броков под давлением Де Кало. Мяч все-таки сохранил. Вот так потрепали от соперника. 10 секунд у Локомотива на бросок остается. Коллинз. 5 секунд на атаку. Коллинз издали. Мажет Коллинз. И шикарно Антонов отсекает. Элигар от позора. Родригес разгоняет, но пока не форсирует. Перед ним Лейси. Ему нужен заслон. Элигар сразу выскакивает, закрывая небо внутрь на Семена. Но не сумел Семен выловить этот мяч. И Локомотив бежит в контратаку в надежде добыть легкие очки. Но Фридзон останавливает Коллинза. Не дает тому лечь на боевой курс. Элигар. И здесь Родригесу что оставалось сделать? Осталось только фалить. И спортивный фол бросит Саша Обрадовича. И сейчас скамейка Локомотива. Нет. Решает судья, что это не было похоже на неспортивную борьбу. И все тот же Элигар в нашей линии штрафной. Один из двух завевает стабильно. Вот в отделе вроде в футболе в свое время хорош правило, когда требуют игроки желтых карточек для соперника. Должны были судья давать им. Но в итоге как-то забыли. И раз на десятый может быть дают. Вот в баскетболе бы вести такое правило. Просит тренер команды соперника или игрок на площадке неспортивный соперника. Получи технически, успокойся. Потому что судей иногда на площадке слишком много становится. И не только те, кто носит серое или соответствующий цвет униформы. Просто беда какая. Элигар забил первый штрафной. И забил второй. Ключевой момент. Снова плюс 7 у его команды. И минута 16. Где ЦСКА будет выкраивать эти три лишние попытки? Да еще и таймаутов больше. У Димитрия Сайтудиса нет. Радригес. Три с четырех. Болит. Семен и Элигар. Было бы, наверное, какое-то на уровне чудо, если бы он забил еще. Хотя это его броски, вот именно вот это рваное движение с такой, с отпрыжкой назад. Но он хорошо бросает. И мы убедились в этом, что он бросает хорошо эти броски. Но сейчас все преимущество, естественно, у Локомотива. Потому что всего минута с небольшим и до конца. Плюс 7 у Локомотива. И Элигар. Элигар мазает штрафной. Но тут уже может он себе позволить. 8, 9 очков, да даже 7, разница небольшая. За минуту 4, за 64 секунды. Его команда на три броска соперника опережает. Это если с трех очков. Хотя с Радригесом не заржавеет. Ну вот, пожалуйста, 8. Радригес поднимает Элигара в воздух. Ну ладно, ну ладно, ну это уже, это совсем не нужно было. Это уже не по-игротски сейчас, не по, не по делу сейчас бросал Радригес. Такой на удачу в сторону кольца. Это точно он зря сделал. Здесь хорошо бросающие игроки. Декалот уже потерялся. Кулагин очень уверенно контролирует мяч. Непонятно, за что тут Курбанов не понимает, за что ему был выписан холл. Кулагина очень хорошее ведение с резкой сменой движения, направления движения. Он этим пользуется. И сейчас как раз все карты ему в руки на очередные два штрафных в исполнении. Нет таймаутов у ЦСКА. Последняя победа Локомотива на ЦСКА датируется 4 декабря 2016 года. Тогда в Краснодаре Локомотив победил со счетом 83-74. И самым результативным игроком матча в составе ЦСКА был никто иной, как Дмитрий Кулагин. Тогда он принес 13 очков. Интересная игра была. 10-15 очков, походу, первую половину армейцы ввели. Но Локомотив все это отыграл и вырвал победу. Сегодня Дмитрий Кулагин самый результативный игрок матча в составе. Еще и потерял ЦСКА. У Локомотива Кубани. Более того, он самый результативный игрок матча в обеих командах. 17 очков на его счету. И теперь уже ЦСКА не спасет ничего. Брокхов подтверждает эти слова своим попаданием из угла. Да, 77 очков набрали армейцы, но получили в свое кольцо 90. 90 на 5 очков перевыполнил свою среднюю снайперскую норму. Локомотив сегодня совершенно замечательная командная игра от подопечных Абрадовича, которые абсолютно по делу останавливают лидера этого регулярного сезона и наносят ему первое поражение в этом регулярном чемпионате. Можно сказать с уверенностью о том, что ЦСКА проиграл эту игру и несколько неожиданно и для меня тоже, потому что, как я сказал в начале репортажа, смотрите, Кулагин еще и блокшот на коло поставил. Неожиданно, потому что ЦСКА редко проигрывает два матча подряд. После поражения от Барселоны ожидал, что ЦСКА с удвоенной энергией возьмется за Локомотив, но Локомотив продемонстрировал, что они не зря не имеют поражения в Еврокубке. Очень солидном представительстве команд в Еврокубке. И очень они уверенно, грамотно и по-теннисски обыграли ЦСКА. Да, со счетом 90-79 Локомотив Губань одержал свою девятую победу в чемпионате и теперь по-прежнему продолжает дышать в затылок лидирующим армейцам. 10-1, 9-1 стало у Локомотива. Уникс после восьми матчей 7 побед имел. И также одно единственное поражение, и сегодня Енисей, я так понимаю, домучили казанцев. Хорошая лига. Лига ВТБ, хорошее соревнование. И редко, когда, я уже много раз повторял, особенно когда четыре команд участвуют в гонке за чемпионство и явно треплют нервы друг к другу, это далеко не каждый чемпионат может похвастаться. Что ж, это было интересно. Евгений Сидых готов подвести итоги этого матча в интервью. Евгений, вам слово. Павел Антипов рядом со мной. Прекрасная победа. За счет чего сегодня удалось выиграть у лидера чемпионата? Была битва за первое место. Ну да, мы, в принципе, настраивались на борьбу. Надо было нам ее навязать. Мы изначально не хотели подстраиваться по ЦСКА. Мы знали, что у них было обидное поражение в Барселоне. И все-таки это очень большое влияние для них. И мы этим воспользуемся. Я думаю, не было у них Аинца, да, главного защитника. Ну и теперь уже все равно. Мы победили это главное. Удачное начало было. И в частности в том исполнении трехочковые посыпались. Девять очков набрал ты. Это дало вам дополнительной уверенности в самом начале? Ну, конечно. Я попал, да, каких-то там три-четыре трехочковых. Я не помню. Ну, я не знаю, как так получилось. От меня отошли, наверное. Я не помню. Я сейчас уже все. У Дмитрия Кулагина сегодня прекрасный вечер. Против своей бывшей команды он набрал 17 очков. И перед третьей четверти он сказал, что у него не было особой мотивации. На самом деле в раздевалке он как-то по-особенному настраивался. Я не верю ему насчет этого. Я думаю, у него была супер-мотивация. Ему было, наверное, очень важно доказать ЦСКА, доказать бывшему тренеру, что все-таки, может быть, где-то он недополучал какое-то игровое время. Но все-таки большая конкуренция. А здесь у него есть все возможности. У него куча игрового времени. Он молодец. Я безумно рад за него. Он продемонстрировал очень хорошую игру и очень качественную. Вот и все. Спасибо большое. Прекрасная победа. Спасибо. Павел Антипов подвел итоги этой встречи. Статистика на ваших экранах великолепно отработала защита локомотива и за счет грамотно организованного падения. 73% попаданий двухочковых. Да когда такое было, опять же, у соперника в матчах против ЦСКА? Вот он, секрет победы во многом тренерской. Локомотив Кубань сегодня сильнее. На этом все. Для вас работали Сергей Тараканов, Роман Скворцов. До новых встреч на нашем канале. Всем счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...